Первый звонок прозвенел сегодня для более чем 6 тысяч первоклашек Карачаева-Черкесии. В своей двери после ремонта распахнула третья школа Черкеска. Новое образовательное пространство Яндекс.Лицей для детей от 13 до 20 лет теперь в Черкесске. Кто может там обучаться и каким специальностям? Количество добровольцев, которые подписывают контракт на военную службу, увеличивается. Сколько человек на этот раз отправится в зону спецоперации? Сохранение и популяризация культурного наследия Кавказа. В станице Красногорской был организован фестиваль «Чем он запомнился?». Здравствуйте на канале Россия 24, вести Карачаева-Черкесия, в студии Майя Хандохова. Во всех учреждениях образования Карачаева-Черкесии сегодня прозвенел первый звонок. Торжественное мероприятие в третьей школе, открывшей двери после капитального ремонта, посетил глава республики Рашид Тимрезов. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Нарядные детки и даже не пытающиеся скрывать волнения взрослые. Капитальный ремонт третьей школы Черкеска завершился будто специально к самому знаменательному пока что событию в жизни нескольких десятков первоклашек. Вместе с учащимися, а также с педагогами и родителями День знаний отметил и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, который поздравил ребят с началом важного этапа. Конечно, это в первую очередь праздник для наших дорогих и любимых первоклашек, для их родителей, конечно же, для педагогического состава, новой, обновленной, третьей школы города Черкеска. По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина ведется очень серьезная работа по улучшению качества образования. Даже вот эта программа по капитальному ремонту школ только в Карачаево-Черкесии к концу следующего года мы капитально отремонтируем 62 школы. К слову, масштаб проведенных в обновленной школе работ отметили и выступавшие со стихами ученики. Школа вся преобразилась, новоселью нарядилась. Вот и исполнилась наша мечта. Новую школу войти нам пора. Ну а далее первоклашки и без 10 месяцев выпускники звоном колокольчиков известили о старте нового учебного года, который для ребят без сомнения станет увлекательным в стенах родной школы. После торжественной линейки почетные гости прошлись по кабинетам, оценили условия, в которых с этого дня будут учиться юные жители Черкеска. Воспоминаниями о проведенном в этом здании времени поделился и руководитель республики. Вспоминаешь, заходишь, все этажи помнишь, все кабинеты помнишь, сейчас чуть поменялось все, конечно, по насыщению. Сейчас у ребят гораздо больше возможностей и учиться, и много новых дисциплин, которым можно действительно учиться. И на ваш взгляд, если бы была такая возможность в то время, наверняка куда-нибудь еще... Вы знаете, каждое время оно по-своему разное, на линейке дети уже говорят о том, что говорит наш президент. Основа развития нашего государства это качественное образование, это всестороннее развитие наших детей. И сегодня в Российской Федерации все для этого делается. Мы имеем все возможности, у нас, я вообще считаю, система образования Российской Федерации самая крутая и самая лучшая. Гости посетили отремонтированные кабинеты, оценили обновленную и ароматно пахнущую столовую, дали старт спортивным занятиям на площадках, которые соответствуют современным стандартам качества. К слову, в недалеком будущем это учреждение в рамках проекта образования обзаведется и собственным школьным театром. Так что мальчишкам и девчонкам остается лишь проявлять усердие, стремиться постигать новое, получать знания, которые в будущем помогут им и, разумеется, развитию республики и страны в целом. Артур Мухцелек, Молхожев, Вести, Карачао, Черкесия. Яндекс.Лице теперь есть и в Черкесске. В региональной столице появилась первая IT-школа нового формата. Она подходит детям и молодежи, которым интересно программирование. Новое образовательное пространство организовано в Центре молодежного инновационного творчества. Как попасть в Яндекс.Лице, сколько стоит обучение и как подготовили педагогов? На эти вопросы ответы в сюжете Дарья Тендит. Одно из важнейших направлений в России сегодня – поддержка талантов молодежи и развития цифровых технологий. В Центре молодежного инновационного творчества мэр города Черкеска, министр цифрового развития республики и представитель образовательной компании Яндекс подписали трехстороннее соглашение об открытии в Черкесске первого Яндекс.Лицея и дальнейшем сотрудничестве. Замечательное событие. Особенно важно, что оно касается наших детей, нашей молодежи, их развития, их образования, а значит, их будущего. Мы подписали соглашение об открытии Яндекс.Лицея в партнерстве, как я считаю, с крупнейшей российской компанией в области информационных технологий. Я уверен, что ребята будут с большим энтузиазмом и желанием обучаться на этой площадке. Образовательное пространство Яндекс.Лицея с 2016 года активно расширяет свои масштабы по всей России. Детям и молодежи от 13 до 20 лет он предоставляет возможность развивать свои способности в области программирования и веб-дизайна. Обучение в лицее полностью бесплатное, но нужно пройти отбор. В дальнейшем ученики могут и дальше развиваться в системе Яндекс, а также получить высокоплачиваемую работу, поступить в лучшие экономические институты и заработать дополнительные баллы по ЕГЭ. 70% выпускников сдает ЕГЭ по информатике на 80 и выше баллов. Это в первую очередь возможность поднять уровень образовательного процесса по информатике в школах города Черкеска на новый качественный уровень. На программах Яндекс.Лицея готовят действительно настоящих программистов. А в этом году, что очень важно, сюда включается и направление веб-дизайна, так горячо любимое нашими детьми. И вот здесь у нас есть возможность действительно сделать качественный новый уровень. Перед запуском образовательной кампании два педагога Черкеска прошли сложный отбор и полное обучение. И уже готовы встречать первых учеников. Могу сказать, что Яндекс.Лицея очень серьезная организация, которая очень серьезно подходит к отбору учителей, чтобы обучение это было в дальнейшем качественным. Но мы надеемся, что это только начало, что на следующий год у нас пройдут и другие учителя информатики, откроются еще несколько площадок. Мы надеемся, что будем развивать эту сеть Яндекс.Лицея, потому что это настолько хороший и, главное, бесплатный инструмент и ресурс для школьников погрузиться в IT-технологии. В Черкесске уже стартовала приемная кампания для желающих получить высокие знания. Дарят Инди, Талиб Астанов, Вести Карачаева, Черкесия. Продолжаем выпуск. Все больше добровольцев приходят в пункты отбора, желающих поступить на военную службу по контракту. В военкомате Черкеска очередная группа ребят подписала контракт с Министерством обороны России. Для отправки на территорию СВО они пройдут специальную подготовку. Подробнее расскажет Альбина Ламкова. Все равно, что это не так поехать. Обдумал и решил. Ну не решил, не подумайте, там за деньги. Подписал, а кто поедет, кроме нас, поедем там тоже себя чем-то полезное сделаем. Я думаю, он там же, ну докажем машину или нет, не то что со словами. За плечами у Мухтара Хасанова служба в Севастополе морской авиации Черноморского флота. Провожают его родные. Конечно, переживают, решение Мухтара для них было неожиданным. Вчера ночью сестра звонит, говорит, Мухтар уже контракт заключил, завтра провожаем. Мы все взволновались, а что делать, уже нету обратной пути. Ну и желаем ему, чтобы у него здоровье было, живым и здоровым он к нам вернулся. Чтобы он целый в сохранности. Пускай Аллах его бережет. Всех, кто находится там, защищая наш покой. Пускай все ребята возвращайтесь живыми, чтобы вы зарадовали своих родителей, если они рядом ждут вас. Сестер, жен. Конечно, волнение не передать. Не передать это, наверное, волнение каждой матери, каждой сестры. Поэтому пусть Всевышний возвратит к нам нашу республику. Мира на земле. Самое главное мира. Остальное все будет хорошо. Возле пункта отбора на военную службу по контракту в Черкесске многолюдно своих героев в зону СВО провожают родные. Объединяет их одно желание – возвращение их на малую родину невредимыми. Ну а пока их ждет обучение на полигонах. После чего контрактники попадут в боевые подразделения. Количество людей подписать контракт не уменьшается. В конце недели постоянно бывает такая большая отправка. А так по 3-4-5 человек мы каждый день отправляем в течение недели. Может любой желающий обратиться в военный комиссарят по месту своего жительства, где его пронинциптируют наши инструктора, которые прокомандированы, сидят в военкоматах. Собирает пакет документов, проходит военно-врачебную комиссию, приезжает к нам, проходит профотбор. И дальше уже по накатанной мы его оформляем, помогаем со всеми необходимыми проблемами. И дальше подписывает контракт. Замир Бачаев отметил, что уже за период с 27 по 30 августа отправлено около 30 человек. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Не люди создают историю, а сама история создает и объединяет людей. Сторожевая башня в станице Красногорская стала местом для проведения красочного историко-культурного фестиваля «Кавказский рубеж». Многообразие и переплетение культур, традиций разных народов сплотил гостей и жителей республики. Смотрите подробности. Уникальная атмосфера единства и дружбы, где каждый мог найти что-то близкое своему сердцу. И все это фестиваль «Кавказский рубеж». Организовать яркую, интересную программу, которая ярко раскрыла культурное наследие многонациональной республики, позволил грант, выделенный Карачаевой Черкесией российским военно-историческим обществом. Мы здесь воссоздали впервые этнодеревню, пространство 19 века, а сама башня была построена именно тогда. Большая выставка исторических предметов, спортивные игры традиционные для наших народов. Конечно же, большая национальная кухня будет представлена здесь. Но в целом мы работаем над тем, чтобы сам этот объект превратился в объект, привлекающий туристов и жителей республики, призывающий их прикоснуться к истории. Красногорская сторожевая башня – историческая жемчужина края. Старинное сооружение из вековых камней – свидетель истории, нещадных войн и традиционного уклада жизни людей. Эта крепость – яркий пример того, какими неспокойными были прошлые века. Но несмотря на тяжкое время, история сохранилась, и гости, приехавшие из других регионов, с большим интересом наблюдали за культурным наследием многонациональной Карачаевой Черкесии. Очень любим такие фестивали. И очень рады, что вот сейчас вообще возрождается. Я была на Бородинском поле, вот тоже там такой ретро-фестиваль исторический. И вот здесь, что узнаешь много интересного о культуре разных народов Кавказа. Вот это особенно интересно. Нам нравится. Мы приехали из Кисловодска специально, специально на этот фестиваль. Выступление фольклорных ансамблей погружает зрителей в звучание и ритмы традиционной музыки, позволяя насладиться богатством кавказской музыкальной культуры. Выставка народного искусства представляет уникальные изделия из дерева, керамики и текстиля. А мастера традиционных ремесел продемонстрировали свои изделия, которые дошли из глубины веков. Особыми гостями фестиваля стали историки и реконструкторы из соседних регионов, Ставропольского и Краснодарского краев. Достоверно восстанавливающие оружие, одежду, экипировку представителей разных народов. Кавказ без гостеприимства не Кавказ, гласит народная мудрость. И гастрономическое наслаждение, ознакомляющее гостей с кулинарными традициями народов Кавказа, тому яркое подтверждение. Горячий чай из старинного самовара с пышным казачьим пирогом, с калиной по старинным рецептам. И на столе традиционная станичная горилка. Все это придает празднику особый колорит. В заключительном аккордном фестивале стало выступление артистов. Своими яркими номерами они подчеркнули культурные события, объединяющие людей разных поколений и национальностей. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия, Усть-Джигучинский район. Награда нашла своего героя. Совсем недавно на вечное хранение семьи Хайркизовых передали звезду Героя России, которой был награжден наш земляк Кичибатыр Хайркизов в 1995 году посмертно. О том, почему награда задержалась в столице и подвиге молодого партизана, нашему корреспонденту Белли Джазаевой расскажет его племянник Рамазан Хайркизов. Продолжение следует...